Так, все, запись началась. Давайте потихоньку начинать. Сейчас будут люди присоединяться. Расскажите пока о себе, где учились. Я Ксения Константиновна Семенова, терапевт, гастроэнтеролог, диетолог. С недавнего времени прошла аккредитацию буквально на этой неделе. Дождалась. Вообще стала врачом по детским своим ощущениям, можно так сказать. То есть дело было в далеком детском возрасте, когда заболела сильно ангиной. Ходила по снежным тропинкам к врачу и выписали уколы, которые мне очень быстро помогли. И я тогда подумала, какая профессия, такой человек знающий, помогает людям. Хотела так же. Написала даже сочинение в третьем классе в этом же, что хочу быть врачом. Потом как-то забылось. Может быть переходный возраст, может еще что-то. И в одиннадцатом классе, когда уже встал вопрос об определении вообще профессии, дальнейшего жизненного пути, я как-то вспомнила эти ощущения и стала готовиться к поступлению в медицинскую академию. Поступила, окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию. Сейчас это университет, Приволжский медицинский университет. Там же прошла интернатура по терапии. Параллельно еще проходила стажировку в Германии, город Эссен, по внутренней медицине. В рамках сотрудничества город Нижний Новгород и город Эссен. Далее прошла гастроэнтерология. Терапия была в 2015 году, гастроэнтерология в 2016 году. Далее работала по профилю, но только поликлиническим врачом. То есть в государственных бюджетных учреждениях, в государственной поликлинике Нижнего Новгорода. Также меня немножко занесло и в город Санкт-Петербург. Там успела немного поработать. Но осознала для себя, что далеко от родной семьи, от родителей, от родного города находиться долго не могу. И в итоге так и переехала в родной город Павлова Нижегородской области и продолжила работать там. На данный момент работаю в частной клинике медицинской. Врачом-терапевтом, гастроэнтерологом. И сейчас будет присоединяться еще и практика по диетологии. Расскажите ровнее про свою стажировку. Почему этот город выбрали и было ли возможно другое какое-то место поехать? Чем понравилось там Германии или чем не понравилось? Опять же, сыграло не то, что понравилось, не понравилось. Опыт колоссальный. Даже несмотря на то, что всего месяц длилась такая стажировка. Не подошло мне, как не по душе сказалось. Как бы еще раз повторюсь, совершенно далеко от родных мест, от родных краев. Незнакомый язык, совершенно другая организация здравоохранения. Ну, все сыграло, скажем так, свою роль. И ехала я туда, так скажем, с таким намерением, что штурмовать Германию в плане работы предстоящей. То есть разузнавала все и вся. Но как-то не мое. Русская, наверное, оказалась душа моя. Вот, и вернулась. Закончила обучение и уже начала работать по специальности. Ну, а вы как вообще? То есть для себя никогда не рассматривали возможность переезда в другую страну? Или там получение еще... Ну, понятно, сейчас это эпидемиологическая обстановка такая, что пока со всеми стажировками потрудновато. Ну, а в целом многие коллеги там выезжают за границу для получения заграничного опыта. Вы не рассматриваете больше? После этой стажировки, ну, окончательно у меня окончилось желание. Максимум, что могу сделать в плане контакта с иностранными коллегами, это какая-то онлайн-конференция международная, ну, соответственно, на ведущем языке мероприятие на английском или на немецком и изучение рекомендаций международных на данном языке. Вот. Но мысли по поводу переезда и работы непосредственно там за границей, ну, конкретно в Германии, были только до стажировки. То есть во время стажировки, ну, как-то, ну, не мое, вот, не по душе. А удалось завести какие-то знакомства, которые там, может быть, до сих пор общаетесь или все, уехала и все? Нет, остались контакты с моими гостгейберами непосредственно, то есть те, у кого я проживала во время стажировки. То есть это вот сотрудничество между городом Нижний Новгород и городом Эссен, многолетнее сотрудничество. На тот момент был, по-моему, юбилей 25 лет в 15-м году сотрудничества. Вот. Сохранились контакты периодически, поддерживаемся. Вот. Сейчас в нынешней ситуации даже, так скажем, коренные немцы написали, что они волнуются за сегодняшнюю ситуацию, надеются на дальнейшую дружбу, всем сердцем, ну, как это в деловой переписке принято у немцев. Так, ну, можно, наверное, переходить к вопросам основной нашей темы. Вот. И как вы считаете, вообще, вот самый популярный, да, наверное, диагноз, к которому к вам приходят, это гастриты, наверное, да? Они по статистике чаще всего встречаются, да? И вот как вы считаете, вопрос неправильного питания, особенно в связи с современным образом жизни, многие не успевают, там, готовить полноценно, и кто-то, там, заменяет пастфудом и какими-то иными видами. Это главная причина гастрита или все-таки нет? Ну, на самом деле, несколько есть причин преобразования слизистой. Вот в хроническое такое воспаление, повреждение клеток слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки кроется, на самом деле, не в том, что вот нужно всем садиться на правильное питание, соблюдать диету, вот эти столы, которые по всему интернету разошлись, и им уже больше ста лет этим столам, на самом деле. И это требуется пересмотр уже глобальный на уровне наших российских рекомендаций. Все никак не договорятся там наверхах, так скажем. На самом деле не столько влияет, например, фастфуд в составе такой диеты, в составе питания, сколько скорость приема пищи, то есть, например, мало времени перехватить что-то, это бутерброд, почти нежеванный, запитый там чаем, кофе, кока-колой и побежали дальше на работу. Вот. Или, опять же, не успели позавтракать, тоже происходит дополнительное повреждение слизистой оболочки желудка из-за обилия вот этой собственной соляной кислоты. И так уже изголодавшийся желудок во время ночного сна, и утром ему еще тоже завтрак не додали, и происходит переизбыток вот этой соляной кислоты, который действует уже непосредственно на собственную оболочку желудка. Несмотря там на все защитные факторы, слизь, которая выделяется, вот эта слизистая оболочка, которая защищает от соляной кислоты, вот. То есть это как раз перекусы такие, перехваты, скоростные, быстрые, ну, общеизвестные вредные привычки, чрезмерное употребление алкоголя, особенно без закуски, курение также способствует образованию гастрита. Обилие жирной, острой, такой вот приправленной пищи, особенно на голодный желудок. То есть вот такая агрессивная пища, как жирная, копченая, острая, жареная, тяжелая пища, она вызывает еще большую выработку соляной кислоты, если это, соответственно, происходит на голодный желудок, в котором и так есть соляная кислота. Опять же, много соляной кислоты для вот этого агрессивного комочка. И излишки, опять же, этой кислоты опять действуют на слизистую оболочку желудка. И вот, как бы, вопрос, да, вы сказали про завтрак. Сейчас, опять-таки, в связи с таким ритмом современной жизни, много у вас пациентов, которые, там, игнорируют завтрак, первый прием пищи за день? Ну, так скажем, около 10% точно пропускают завтрак. Там, в связи с тем, что нужно проснуться, детей собрать, одеть, там, в школу, в детский сад, бегом на работу, там, планерка, и вот, дай бог, что-нибудь он перекусит часов в 10. Это, конечно, тоже не очень хорошо. Опять же, из-за того, что там и так на утро в желудке уже готовы, скажем так, и соляная кислота в желудке, и поджелудочная готова отдать все свои ферменты, которые она наготовила неспешно за ночь. И в желчном пузыре достаточно желчи. А еды все нет и нет. То есть, вот этот переизбыток собственных веществ, агрессивных, он и является таким триггером начала воспаления, начала заболевания. А вот этот популярный миф про стакан воды с утра, просто кто-то рекомендует, кто-то рекомендует с лимоном, это как вообще доказательная информация или это необязательно? Ну, доказательности никакой вообще нет. Считается. Ну, как бы таких исследований просто не проводилось. Ни с лимоном, ни без лимона. Будет там что-то, этот стакан воды в желудочно-кишечном тракте не будет. Как человеку удобно. Если человек где-то услышал и начал эту привычку вводить в свой образ жизни, ему это как-то удобно, привычно, пожалуйста. Ничего в этом ни плохого, ни хорошего, ничего нет. Пожалуйста, хочется разбудить. Если человеку после вот этого стакана воды минут через 20-30 комфортнее завтракать, пожалуйста, только в плюс. Если как бы тяжело, если человек сравнивает свои ощущения, что вот я раньше как раз не завтракал и попробовал этот стакан воды и вроде как захотелось позавтракать после там всех процедур утренних своих и захотелось позавтракать, то к плюсам. Вот, пожалуйста, пейте хоть стакан, хоть два стакана, пожалуйста. Хоть с лимоном, хоть без лимона. Здесь особые роли не играют. Ну, здесь рекомендуется, если уж вы выпили стакан воды, так будьте добры тогда через полчасика позавтракать всё-таки. Вот такая только рекомендация присутствует. А вот ещё популярный миф про то, что нельзя пить во время приёма пищи, ни там, ни воду, ни чьи, ничего. Действительно это как-то понижает концентрацию соляной кислоты или это никак не влияет? Это и несколько снижает концентрацию соляной кислоты и всё-таки увеличивает объём съеденной пищи в целом. Так как анатомически объём желудка где-то 450-500 миллилитров в объёме, соответственно, если мы, например, берём обед и мы выпили стакан воды объёмом 200-250 миллилитров, получается, что мы уже половину объёма желудка заняли. Ну, это всё же ощутимо. И съесть мы сможем не так много. Соответственно, где-то 200-250 миллилитров вот этой еды. Это где-то вот такая плошечка, сложенная в ладошках, вот этот объём. Вот. Если, к примеру, человек высокий, такой среднестатистический, без избыточной массы тела, связан с работой, с физическим трудом, ему, естественно, этой плошечки не хватит на обед. И там на обед, и на ужин. Соответственно, здесь никак нельзя запивать водой, жидкостью любой. Вот. Здесь имеет смысл только выпить, например, несколько глотков воды или какой-то простой жидкости, ну, то есть не газированного какого-то напитка, а там, например, сока, морса, какого-то компота, допускается во время еды. Если есть такое неприятное ощущение в горле, за грудиной, ощущение, как будто долго идёт вот этот пищевой комок сухой, такой дискомфортный, и хочется чем-то запить, сложно дышать, вот, тяжеловато за грудиной. Бывает такое на, скажем, на сухие продукты питания. Это картофель, хоть пюре картофельное, хоть жареная картошка, хоть просто отварная картошка, ну, сухо проходят вот эти первые два кусочка. Бывает такая повышенная чувствительность у некоторых пациентов. Или, например, рис или гречка, или макароны, любая другая крупа тоже суховатая, кажется, и хочется запить. Вот допускается сделать несколько глотков воды вслед вот за этим ощущением дискомфортным, чтобы только это ощущение убрать. То есть покушали, пожевали, глотнули там, сколько вам понадобилось жидкости. Это ощущение прошло, кушаем в обычном ритме. То есть дальше потребности в жидкости не появляется. И запивать, соответственно, тоже не рекомендуется. Большой приём пищи. То есть это обедный и ужин. А с какими ещё чаще всего диагнозами вам приходится работать на практике, помимо гастрита? С чем ещё часто приходят? Всё чаще приходят пациенты с жалобами безорганической причины. То есть назначаем обследование, там кровь, моча, вся эта биохимия, ФГДС, УЗИ или кому нужна колоноскопия. И причина не находится. То есть боли, дискомфорта, нарушений стула, изжоги. То есть не за что зацепиться. В таком случае выставляется диагноз исключения. Это функциональное нарушение желудочно-кишечного тракта. К сожалению, на данный момент всё чаще приходят пациенты с такими жалобами. То есть на фоне того же современного ритма жизни, на фоне трудоголизма, на фоне недосыпа, на фоне вообще сложившейся обстановки в мире повышается тревожность у пациентов. И вот всё чаще сталкиваемся мы всё-таки не только гастроэнтерологи, терапевты, вообще врачи всех специальностей. Потому что пациент начинает ходить по нескольким врачам. То ли он хватается за сердце, то ли голова болит, кружится, то ли мушки перед глазами, то ли это проблема с желудочно-кишечным трактом. То есть они ходят по разным специалистам. Различные специалисты это диагностируют. То есть функциональные нарушения какие-то в организме. Они связаны с повышенной вот этой тревожностью, с высоким уровнем стресса в жизни пациента. И здесь требуется коррекция, конечно, режима сна, какая-то терапия, скажем, связанная с снижением вот этого стресса, дыхательная гимнастика. Может быть, консультация психотерапевта. Уж в самом, скажем, крайнем случае, если вот ничто не помогает. Вот ни дыхательные практики, ни рисование, ни какое-то отвлечение, ни даже еда не спасает никак, которая стресс быстрее всего может снять, какая-то там вкусняшка. Вот. Может подобрать препарат психотерапевт после консультации. И какой-то антидепрессант или транквилизатор. Ну, то есть это ничего страшного, не пугаемся. Это не... Врач не сажает на терапию, никуда не дезапитализирует. Нет, это просто коррекция вот этого отношения к стрессу. То есть человек все так же работоспособен, он не засыпает на ходу, никаких побочных эффектов нету, но организм легче переносит стресс. Так, а еще про такие образы жизни, как, точнее, новые принципы питания, например, вот вегетарианство. Это на самом деле... Ну, многие люди вообще уходят от мяса, особенно после 30 лет, считают, что ненужный продукт питания для них, потому что физиологически они вроде как уже достигли своего пика и пересаживаются на растительную пищу. Вы как часто сталкиваетесь с таким? Вообще в регионе много вегетарианства встречается? Ну, так как все-таки у нас город областной, ну, то есть не центр области, не Нижний Новгород, а именно вот такой район небольшой, встречаются вегетарианцы не так часто. И, ну, скажем так, я пока не работаю с вегетарианцами, потому что здесь нужно отдельно считать вот эти все поступающие микроэлементы, витамины, подбирать пищевые добавки в обязательном порядке, потому что основные все-таки витамины и микроэлементы содержатся в животном белке, в животном жире. И, естественно, организм без этого сильно долго не проживет. Например, если человек раньше употреблял мясо, молоко, яйца и решил, даже пускай в связи с сердечно-сосудистым заболеванием как-то отойти от мяса, отойти от вот этого вредного, плохого холестерина, который в яйцах содержится, еще там какие-нибудь врачи напугают этим вредным холестерином, не дай бог, нет-нет-нет. Нужно грамотно все-таки подбирать диету даже вот вегетарианцу. Здесь нужно грамотно все посчитать, и белки, и жиры, и углеводы. Да, в растениях это есть, но здесь совершенно другая система подсчета, и другая система, ну, другие рекомендации по коррекции дефицитов вот этих витаминов и микроэлементов. У вегетарианцев чаще всего случаются дефициты жирорастворимых витаминов, ну, потому что животного жира нет, из растений сильно много жира не получишь, и, соответственно, все жирорастворимые витамины идут мимо. Жирорастворимые витамины – это А, Д, Е, К. также практически только в животном белке содержится витамин В12. В В12 дефицитной анемии тоже становится нередкостью, но это больше на фоне все-таки нерационального питания, современного образа жизни, питания фастфуда, вот этого. То есть здесь не совсем качественный животный белок поступает, но у вегетарианцев это состояние, например, развивается года через 3-4 после перехода от полноценного рационального питания с животным белком после перехода на растительную пищу. Витамин В12 все-таки содержится у нас в организме в минимальных количествах, вот прям в микро-микрограммах, и поступает он, в принципе, в таких количествах. И тратится он, соответственно, вот прям небольшими вот этими вбросами. Это основной катализатор во многих процессах, то есть он усиливает и ускоряет обмен веществ в организме, не в общем обмен веществ, а преобразование там одного вещества в другое. То есть он в цикле жизнедеятельности организма в целом играет большую роль. Но так как тратится немного, соответственно, его и хватает на 3-4 года в среднем, вот, после перехода на такую диету. Но коррекция нужна, и здесь в идеале нужно периодически посещать диетолога в плане питания, в плане достатка, в плане назначения достаточных вот этих биологических добавок, витаминов, микроэлементов. А так, в принципе, сильной разницы, например, в продолжительности жизни между вегетарианцами и мясоедами как таковой нет. Например, статистические данные утверждают то, что половина населения Индии, которая питается вот по такому принципу вегетарианства, средней продолжительности жизни 63 года среди населения. А, например, в Норвегии, где преобладают мясо, сорта рыбы дикие, то есть богатые как раз вот белком, богатые жиром, омега-3, они живут в среднем до 75 лет. То есть здесь нужно, скажем так, еще поспорить, а нужно ли, например, в связи с каким-то заболеванием переходить на вот этот стиль питания вегетарианства. Может быть, достаточно исключить там пару-тройку продуктов из рациона и все. Есть, конечно же... Как вы считаете? Я мясоед. Я мясоед, рыбоед, животный белок. Приветствую в любом виде. Как бы и того же советую. Но если по каким-то этическим соображениям, по религиозным соображениям пациент не может, не хочет употреблять мясо, молоко, яйца, пожалуйста, помогу, подскажу, где добыть нужные вещества. Будем разбираться. Но, как бы говорю, что это достаточно трудоемкий процесс подобрать под потребности человека все вот эти и макронутриенты, белки, жиры, углеводы и микроэлементы, витамины. Ну, просто существует такое мнение, особенно в кардиологии, что после 30, после 35, когда повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, переходить на средиземноморскую диету, поменьше соли, поменьше жирной пищи, поменьше красного мяса вот этого и переход больше на растительную. Вот, и поэтому, ну, и в хирургии тоже закрепилось такое, что красное мясо-рак кишечника, и поэтому часто вот вокруг этой темы особенно много всяких споров, и поэтому вегетарианцы, ну, часто доказывают свою точку зрения тем, что вот мы дольше проживаем, потому что там у нас вот, скорее всего, не будет там рака кишечника и так далее. Вот. Соглашусь полностью с тем, что, да, рекомендовано при возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, при повышенном сердечно-сосудистом вот этом риске, то есть риске инфаркта, миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, инсульта, чтобы профилактировать тот же самый рак кишечника, употреблять меньше животного белка, как раз-таки вот этого красного мяса, то есть это свинина, говядина. Предпочтительные другие сорта мяса, более светлые, скажем так, курица, индейка, кролик, да, в этом смысл есть. И в диетологических рекомендациях есть такой пункт, что рекомендуется употреблять красное мясо не больше двух раз в неделю, то есть два раза в неделю должна быть рыба, два раза в неделю красное мясо, остальные, скажем, дни, остальные приемы пищи употребляется другой животный белок, другого состава, легче усвояемый, с меньшим содержанием соединительно-тканых волокон, которые как раз и больше раздражают желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку, в том числе и кишечник, вот, слизистую оболочку, вот. Да, в этом смысл есть. Средиземноморская диета примерно то же самое говорит. Да, меньше соли, да, меньше красного мяса, больше рыбки, больше жирной рыбки, но не исключает животного белка вовсе. Не исключает, конечно, но это так уже вегетарианцев больше. Но вообще там, если не ошибаюсь, несколько видов вегетарианцев есть, которые совсем отказываются вообще от всего животного, ни молоко, ни там сметаны, ничего вообще, ни яйца, ничего, тем более никаких там животных. Есть только те, которые отказываются сугубо от красного мяса, то есть они едят там птицу, рыбу, но там говядину, свинину, баранину мы там не едим. Вот. Еще там есть сыроедение, да, которые едят только сырые овощи и фрукты. Вот, конечно, не знаю, как они исполняют свои какие-то запасы нутриентов. Это, наверное, вообще очень сложно построить, потому что сырые нет. Когда ты просто вегетарианец, хотя бы еще можно как-то термически что-то приготовить, а тут еще, если все в сыром виде, то тут вариантов еще меньше становится. Да, соглашусь. Еще популярный миф, который встречается особенно на всяких форумах, где пациенты обсуждают свои там проблемы, и вот многие отыжоги, сами пациенты, сами же другим людям рекомендуют, это пить соду. И люди не понимают как бы опасность. Часто к вам вообще приходят люди, которые таким способом симптоматически себе помогают, и как вы им объясняете, что это некорректно, что вы только хуже себе делаете? Приходят, но очень редко такие пациенты. Слава богу, блоги врачей грамотных вытесняют вот это мракобесие в виде этой пищевой соды. Пищевая сода за счет того, что имеет щелочной характер, а кислота в желудке, соответственно, кислота, она гасит кислоту, то есть приводит вот к этому нейтральному PH, к кислотному основному состоянию. Смысл в этом небольшой есть. Если вот изжога совсем до канала, вот в течение дня она как началась, и нет под рукой вообще никакого средства, и нет возможности дойти до аптеки, например, за тем же антоцидом, который намного меньше побочных эффектов вызывает, нежели пищевая сода. Пищевая сода, она снимет симптоматику изжоги, замечательно, отлично, но потянет за собой избыточное газообразование, тяжесть сначала в животе, в области эпигастре, верхнего отдела живота, а потом продвинется дальше по кишечнику, и будет выраженный метеоризм, выраженное вздутие и тонкой, и толстой кишки. Не очень комфортно после соды чувствовать себя остальное пищеварение. То есть, да, изжога прошла, допустим, часа на два, на два с половиной, но как бы и все. И вот вопрос, а стоит ли так себя истязать вот этими продолжительными побочными эффектами, чтобы на два часика избавиться вот от этой изжоги. Я считаю это крайне варварским методом для желудочно-кишечного тракта. Повторюсь, вот разово можно, вот если сложилась такая ситуация, ну вот, ну вот, сегодня нет в аптеке этого средства, допустим, в условиях сегодняшней ситуации, и то маловероятно такое, такие события в наших аптеках. То есть, какой-нибудь заменитель все равно антоцида найдется. Лучше принять антоцид, чтобы вот от этой изжоги избавиться, чем разводить вот эту пищевую соду и добиться побочных эффектов длительностью на сутки, на полтора. Ну да, просто это нелогично в том плане, во-первых, что реакция нейтрализации в принципе любая сопровождается еще выделением теплоты, то есть, сами себе только хуже делают. И плюс ко всему, насколько я знаю, она же потом еще больше провоцирует выработку соляной кислоты. Если та загасилась, то значит, нужно еще выработать. И получается, они только сами себе хуже делают. И вообще... Можно так? Так. Еще самый, наверное, популярный миф, наверное, остался у нас с времен Советского Союза. Супы и каши. Это обязательный компонент вседневной пищи? Или можно как-то без них ломотись? Не хочется вам есть каши, супы, не ешьте. Главное, чтобы был набор групп продуктов в рациональном питании, в ежедневном питании. То есть, что есть в супе? Там есть белок, мясо или рыба. Там есть овощи, это клетчатка. Ну, как бы и все. Если туда добавляем еще макарошки, вермишель, ну, немножко сложных углеводов. Все. Если вы потребляете в том же количестве те же макароны твердых сортов пшеницы, те же овощи, тушеные, свежие, запеченные, какие вам только нравятся, вареные, отварные. и опять же, в том же виде мясо или рыба, то есть, вареные, тушеные, запеченные, пожалуйста, можно обойтись и без супа. Не нравится каша по утрам на завтрак? Не ешьте кашу по утрам на завтрак. Вот, как хотите. В течение дня есть крупы, гречка, рис, шлифованный, необработанный, бурый, коричневый рис. Есть, опять же, макароны из твердых сортов пшеницы. Пожалуйста, вот вам полноценная замена этой утренней каши. Если, ну, кто-то рекомендует из соседей, из знакомых советы в интернете, там, только на молоке варить, ну, добавьте в рацион там творожок, какой-то йогурт или ряженку. Вот, все. То есть, нужны продукты. Да, рекомендуется обрабатывать все-таки предпочтительными способами варка, тушение, варенье на пару и запекание в духовке. Вот. Но при этом даже не рекомендуют исключать на вовсе ну, трансжиры. То есть, трансжиры могут присутствовать в рационе в количестве одного процента. от всего рациона. Трансжиры образуются в процессе копчения, жарения на открытом огне, хоть под закрытой крышкой, просто на одном вот этом растительном или сливочном масле. И запекание тоже в открытом виде, в открытом противне. Соответственно, рекомендуется запекать в противне, у которого есть либо крышка, либо закрыть фольгой вот этот продукт запекающийся, либо тушить в рукаве в пакете вот эти все продукты питания. Вот. хороший совет, говорю, хороший совет. Да. И при всем при этом все живые люди, все хотят вкусного, жареное и копченое не вот что исключать. Их нужно сильно ограничить. То есть иногда все равно можно хоть копченую колбаску кусочек, там, я не знаю, бутерброд с этой колбасой, хоть пожарить разок, там, я не знаю, в неделю покушать, пожарить этой картошки с лучком. Да, пожалуйста. Но если это уже входит в регулярный рацион питания, то есть каждый день питаться жареной картошкой, нельзя. Иногда можно. И тот же фастфуд тоже можно выбрать что-то из вот этих ресторанов быстрого питания, что можно кушать, в принципе, через день, а что можно, ну, вот так же ограничить, ну, где-то раз в неделю, там, в выходной день, грубо говоря, расслабиться, вот этой вкуснятины отравленной поесть. Вот. Не исключается. Потому что все живые люди, все мы грешны, всем хотим вкусного поесть, пускай это не очень здорово и здорово выглядит, но хочется. Вот. Манит, пускай манит. Иногда можно. Так. Еще такой вопрос про панкреатит и ферментотерапию. Вообще люди, как пациенты, как относятся к тому, что вы назначаете ферментотерапию, потому что я видела несколько пациентов, которые прям категорически отказывались от приема таких препаратов, аргументируя тем, что у них своя железа перестанет их вырабатывать. Как вы объясняете таким людям, что нет, это неправда? Поджелудочная железа вырабатывает ферменты по принципу обратной связи. То есть нужен фермент на пищеварение, она его выработает. Если не нужен фермент, то есть он поступил с таблеткой, грубо говоря, она его не выработает. Но поджелудочная железа к этому не привыкает никак. То есть есть сигнал нужно выработать, она выработает. Нет сигнала вырабатывать, она не будет вырабатывать. Есть четкие показания к назначению ферментативной терапии. Вот конкретно к постоянной заместительной ферментной терапии. Если есть внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, то есть поджелудочная вследствие какого-то заболевания, вследствие какого-то состояния, не может полноценно выработать тот объем ферментов, который нужен для полноценного пищеварения. Значит, мы сюда добавляем ферменты и добавляем их постоянно на каждый прием пищи, на каждый перекус и постоянно пожизненно. Потому что если поджелудочная поражена заболеванием, это не всегда панкреатит. Не всегда панкреатит это только заключение УЗИ, диффузные изменения ткани поджелудочной железы. Это не панкреатит. То есть не всегда требуется вообще такая терапия. То есть не всем. Если, например, рассмотрим здесь несколько ситуаций, если панкреатит хронически подтвержден, подтвержденный панкреатит это какие-то воспалительные образования кисточки, кисты поджелудочной железы или кальцинаты. То есть есть нарушение обмена ферментов, обмена веществ в поджелудочной железе. Она там что-то отложила себе лишнее, чего откладывать не должна была. Вот это считается, скажем так, хроническим панкреатитом. Грубо так скажем. Здесь даже вот при хроническом панкреатите далеко не всегда назначаются ферментативные препараты. Потому что еще раз говорю, хронический панкреатит, даже если он доказанный, не требует априори, вот прям дано хронический панкреатит, лечим ферментами. Нет. Это еще нужно доказать, что поджелудочная железа работает неполноценно, надо давать ферменты. То есть это все в диагностику укладывается, укладывается, тесты есть, анализы крови сдаются, не какие-то космические, они есть во всех лабораториях, во всех регионах Российской Федерации. И спокойно это можно понять и диагностировать и, соответственно, назначить или не назначить. Бывают пациенты, которые приходят и говорят, вот реклама, двигатель торговли, там говорят, тяжело, надо принимать. Вот я так и делаю. И стараешься рассказать все то же самое, что ферменты нужны только если поджелудочная не работает, ну уж если сильно хочется, уж если купили упаковку вот этой после рекламы, можно выпить одну дозировку вот этого фермента какого-то после корпоратива, после какого-то мероприятия, после майских праздников, после шашлыков. Да, вы съели много, съели много жирной пищи, ну, можно добавить немножечко ферментов, как бы, да, поможем поджелудочной железе. Все. Никаких курсов самостоятельно проделывать не нужно ферментативной терапии. Да, привычки нет к вот этому употреблению ферментативных препаратов, но лишнего-то зачем добавлять в организм? Там и так все работает, не надо мешать. Вот так. Хорошо, спасибо. И еще такой вопрос про дисбактериоз. Сейчас вроде по принципам доказательной медицины это несуществующий диагноз, но вот вообще на самом деле если у человека действительно пострадала микрофлора в результате длительной антибиотикотерапии кто-то там и 3 месяца сидит, и 4 месяца, и потом возникает клиника как бы несуществующего дисбактериоза, то как тут вообще быть и какой диагноз ставить в этом случае? и здесь все-таки вот эти явления, ну, будем называть их дисбиозом, дисбактериозом. Это синонимы слова или это разные явления? Ну, примерно, да, одно и то же. Дисбиоз, дисбактериоз, дисбиоз это нарушение вот этой флоры в общем, то есть пострадали и нормальные микрофлоры, и условно-патогенные микрофлоры, которые там находятся в минимальном количестве, и, соответственно, вот этот баланс нарушен, много нормальной микрофлоры, значит, мало условно-патогенной, как бы всю еду съедает вот эта нормальная, хорошая, здоровая микрофлора. Антибиотик прибил или там какой-то антисептик кишечный прибил эту микрофлору нормальную, популяция нормальной микрофлоры снизилась, условно-патогенную некому давить, то есть еда вроде как есть в кишечнике и можно вырасти. Вот, то есть вот это нарушение баланса, состава нормальной микрофлоры и количество и состава и количества условно-патогенной микрофлоры, дисбиоз, то есть вот это нарушение равновесия. Ну, дисбактериоз, как бы, ну, практически то же самое. Ориентируемся, все-таки, ориентируется врач на индивидуальные жалобы пациента, то есть что конкретно его беспокоит, может беспокоить. Просто частый жидкий стул без каких-то болей, без вздутия, без урчания, без ощущения слабости, но, как бы, пациент выдается в панику сразу, что вот он ходил там раз в день, может быть, раз в два дня, и тут он начал ходить чаще, где-то три-четыре раза в день. Запрос такой, работаем одним образом, выясняем, может быть, на какие-то продукты конкретно, то есть свежие овощи, обработанные овощи, какой-то фрукт, какая-то крупа, молочный продукт, кисломолочный продукт вызвал вот это учащение стула. И, соответственно, вот из этого рассказа пациента, из его жалоб, из его реакции на какие-то продукты, складывается вот это как раз и установление причины, то есть мы предполагаем причину, какая микрофлора пострадала. Можем таким образом подобрать пробиотик, то есть их сейчас тоже великое множество в аптеках, кто-то содержит там больше лактобацил, кто-то там энтеробактерий, кто-то еще каких-то бактерий. здесь нужно вот этот проприбиотик, симбиотик тоже подбирать грамотно, основываясь на состоянии, на жалобах пациента, на его реакции, на определенные группы продуктов. И только тогда как бы подбирать и назначать максимум, что можно поддиагностировать, например, у пациента, ну вот конкретные ситуации, если антибиотики попил, там длительно, недлительно, появились жалобы, можем посмотреть такой анализ, как КА-программа. Это общий такой анализ КАЛа, то есть, что переварилось, что не переварилось, есть ли там какие-то дрожжевые соединения, может быть, там вообще была какая-то глиссная инвазия, и как бы антибиотик иммунитет снизил, а кошечка, собачка или какое-то животное есть, не проглистованное дома, и вот этот глист не как успел обосноваться как раз во время этой антибиотикотерапии, то есть снижение общей общего иммунитета организма, и вот он там осел, может быть и такое, то есть, да, здесь не сварилась клетчатка, здесь не сварился крахмал, здесь не сварилось там мясо, не мясо, и вот вам, пожалуйста, яйца глистов, будем определять тогда, как работать, как лечить, здесь совершенно другая терапия, тут пробиотики никакие не помогут, вот, здесь только противоглистная терапия, если, например, видим, что там есть такой пункт, йодофильная флора в большом количестве, только вот, ну, обращает на себя внимание в большом количестве, если там один плюсик, ну, и ладно, она сама как бы прибьется, опять же, вот этой нормальной микрофлорой, йодофильная флора, это как раз вот эти следы условно-патогенной флоры, которая разрослась на фоне дефицита нормальной микрофлоры, вот, то есть, здесь отталкиваемся от конкретной ситуации, и не нужно всем подряд там назначать линекс или линекс форте, опять же, из рекламы не нужно, если человек пропил, например, антибиотики и бежит за этим линексом, не очень хорошо, может только усугубиться даже состояние, потому что не выяснено в чем же в принципе причина жалоб у пациента, и тоже немножко скажу по поводу самостоятельного назначения пациенту самому себе пробиотиков, это все равно лекарственный препарат или биологическая добавка, у них есть четкие показания и противопоказания, самолечением заниматься не стоит, так как в пробиотике, в симбиотике есть группа бактерий, если там в кишечнике сложилась такая ситуация, что там и так собственной микрофлоры достаточно, то есть и, например, ситуация совсем не антибиотиком вызвана, и совсем не вот этим злосчастным дисбиозом или дисбактериозом мы даем пробиотики, там, грубо говоря, будет война между подселенными бактериями, вот этими из таблетки и собственной. Они же генетически чужеродные, то есть, по сути, наша микрофлора, она их все равно должна уничтожить, вроде как. тут есть оговорки, пробиотик, это просто вот эти чистые бактерии, то есть их, они подселяются там, кто выживет, кто не выживет, кто выстоит в этой все равно буче, да, как нормальная микрофлора в собственной кишке живая, она хозяйка в этой флоре, в этой кишке в тонкой, естественно, она будет подавлять все, что кажется чужим, то есть, все, что пришло извне, но некоторые бактерии все равно проскочат и как это, как хамелеончики подстроятся вот под эти же бактерии, то есть, сойдут за своих, большинство все равно погибнет, вот прям большое-большое большинство, если это пробиотик, если это симбиотик, симбиотик это пробиотик и перебиотик вместе, то есть, фактически еда для вот этих бактерий. Здесь у вот этих чужих бактерий шансов больше остаться, потому что у них есть еда, их сопровождающая. Еда и для них, еда, грубо говоря, и для нормальной микрофлоры. Но, опять же, еще раз говорю, нужно подбирать каждый препарат каждому пациенту отдельно, исходя из жалоб, исходя из реакции на продукты, исходя из дополнительной диагностики. Минимального обследования это ко-программа, анализ кала. А вот еще такой вопрос про биотики. Получается, в одной баночке, грубо говоря, там совсем маленькое количество. У нас в кишечнике примерно около 20 литров всей. Даже если снижено, грубо говоря, даже в самом плачевном состоянии 10 литров осталось микрофлоры. То есть, что в половину меньше, разве одна баночка, ну, там, две баночки, смогут как-то восполнить этот запас и оказать какой-то клинический эффект? Нет, как бы, еще раз говорю, здесь вообще рассматривается может быть ситуация, что и не надо пробиотиков туда пихать. А есть еще какое-то нужно для, ну, как бы, да, дисбактериоза, пусть там будет такой диагноз, помимо пробиотиков. Можно как-то назначить антибиорийные препараты и просто нормализация питания? Да, конечно. То есть, учитывается симптоматика. Нужен пробиотик, не нужен пробиотик этот симбиотик. Нужно ли устранять, как бы, вот эти жалобы? То есть, здесь вообще можно обойтись и подбором диеты, и образом жизни. То есть, например, больше сделать приемов пищи почаще, включить какие-то продукты в эти приемы пищи, чтобы нормализовать стул. Да, может быть, противодиарейная какая-то терапия, спазмолитики, обезболивающие, если есть боль, если есть дискомфорт в животе. Если есть вздутие, да, можно добавить обязательно там и клетчатки, хоть натуральной, грубо говоря, натуральной, из овощей, из фруктов, пускай там обработанных поначалу, потому что там и так все дует, свежие овощи и фрукты, они еще больше усилят вот это газообразование. То есть, добавить клетчатки, добавить, может быть, лекарственные клетчатки вот этих семян подорожника, которые половину всосутся, половину не всосутся, половину на себя газиков тоже утянут, в состав вот этого калового комка встроят и выведут наружу. Дополнительно какие-то вещества против метеоризма, семитикон в различных его ипостасях в торговых названиях. Вот. То есть, подбирается терапия, исходя из пациента конкретного. То есть, тут такого плана, что пропил пробиотики, назначаю это, это, это. Все, будьте здоровы, подправляйтесь. Нет. Вы спрашиваете долго и упорно у пациента, а что же, а как же, а с чем же, и чем же вам помочь. То есть, это получается тоже как диагноз, ну, как бы диагноз, да, состояние как исключительное. То есть, мы сначала исключаем все там вирусные факторы, исключаем глистную вазию, потом приходим к выводу, что скорее всего, и плюс там в анамнезе, да, там данные, что он болел, пил антибиотики, скорее всего, у него дефицит нормальной микрофлоры. Да? Нет, такого все равно не пишем, как бы мы предполагаем. Нет, понятно, не пишем, просто предполагаем для себя. А что в бумаге мы должны написать? Все что, дисбактериоз или что? Здесь на практике встречается чаще всего такой диагноз, скажем, собирательный, синдром раздраженного кишечника. А, это тоже, конечно, мы относим, то есть мы все туда вписываем? Да, скорее всего так, потому что, да, какое-то время был модный этот диагноз дисбактериоза, там все попутно его ставили, назначали этот анализ на дисбактериоз по нескольку раз с контролем, с контролем, контролем. Вот. Назначали все эти пробиотики и добились неизвестно чего. То есть усугубление состояния зачастую. Сейчас такого диагноза, слава богу, нет, слава богу, его опровергли. Но, скажем, это все вписывается в изначальное заболевание, то есть на фоне чего был назначен антибиотик или противовирусный препарат. То есть это, может быть, здесь вовсе был ковид, и это все вписывается в постковидный синдром. И да, как следствие, он вызвал вот этот вот этот синдром раздраженной кишки. Может быть, и такое. То есть мы вписываем первоначальную вообще причину, зачем пациент начал принимать тот или иной препарат. И вот эту цепочку выстраиваем, показываем ее в диагнозе, естественно. Дисбактериоз как диагноз вообще никак. Вот нет. Ну да, да. Всегда существует, поэтому что же мы должны тогда написать официально? Подназначение. Всегда есть причина, да. Почему там нарушилась микрофлора? Отнищим. Какое вообще было начало? Какое вообще здесь заболевание кроется в этом нарушении? То есть здесь может быть даже, ну естественно, нарушение микрофлоры на фоне, ну просто, нерационального питания. Там, я не знаю, человек уехал в другой город повышать квалификацию на две недели. И вот там постоянно находится и где-то что-то ему нужно перехватить. Питание кардинально меняется от того, что... Наверное. Да, стресс, дорога, как бы обычно это переезд в более крупный город. Как к этому просто даже нервная система отнесется, не очень понятно. То есть здесь причины могут быть разнообразные. и все это действительно нужно отражать в диагнозе. Вот. Хорошо. Так, ну может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Так, вопросов, вроде бы, нет. Ну тогда будем, наверное, потихоньку заканчивать. Спасибо вам большое за эфир. Это было очень информативно, и мы обсудили такие самые популярные мифы. Мне кажется, те, кто был на эфире, и те, кто посмотрят его потом в записи, он будет им полезен. Спасибо вам, Ольга, за приглашение, за участие в эфире. Хорошо. До свидания. Тогда до свидания. Будьте здоровы. И вы. Спасибо.